Ладно, идем дальше. Перед нами Тотаров Владимир Александрович. Фотографии сегодня я делал. Один из лучших садоводов, когда-то я его называл одним из лучших садоводов в Саногорске, потом я его начал называть. Один из лучших садоводов в Хакасии, потом я стал называть один из лучших садоводов в Сибири, в копках России. Устраивает вас такое? Живет, проживает. Вот это вот фотография его. И вот именно на этом я зацикливаюсь. Константинович рассказывает о том, а вы же знаете, что начали делать? Вы же от меня слышали, да? Где-то есть там этот Пятачок, возле Абакана. Там огромное количество этих самых продают. Абрикосы, сливы, вишни, персики, все-все-все. Помните, как они называли? От кого? А это местные, от Железовского. Поняли, да? Но это пусая история. Я там давно уже не знаю, какие-то новости. Но когда я два года ездил в Абакан, в общей сложности 60 раз, это было связано с бедой. Так. Вот. А я ездил, привез, увез. А несколько часов надо торчать, я торчал. Я ходил, смотрел. А они все, южане, продавали абрикосы под видом наших. Где брал? В майне. Адрес можешь? Не знаю. Вот. Где брал? В черебушках. А у кого? Не знаю. Ну, то есть, это, они не знают. И с трудом только говорят. Да я, ну, давать не буду. Скажите, что это с юга привезли. С юга. И они продают отраву. А вот человек продает не отраву. Чистейшие плоды. Чистейшие. И вы знаете, что он говорит? Вот они, видите, груши. Они в этом году скромные. Они, на самом деле, шикарные в 100 раз. Просто, еще раз, прошлогодняя засуха. Сказалось так, что плодов хватает, но они сильно мелкие в этом году. И вот он говорит, Константинович, не берут, я говорю, вот нос, где-то зубор даже лежит у него. Я говорю, ну так пусть пробует. А они проходят мимо. За десятки лет, это мое мнение, и его же Татарова, за десятки лет сложилось мнение, что здесь нельзя выросить культурную пустую грушу. У нас Татарова груши слащемёда. Представляете? Нет, нельзя. Проходит мимо, даже не пробует. Хотя вот попробует, сразу бы купил. Здесь ноль яда. А он пойдет дальше и купит у тех, кто привез с юга, лапши навешал. А там 20-40 обработал. Вот я уже и так, и так. Ну, поговорили. Вышивать-то надо. А какие у него саженцы, ребята? Его бы институт. Он бы там такой высот вырастил. Какая была бы польза. Вот вам еще один палец. А такие еще есть. Вот красота. Теперь, это привет с Урала, от Алексейка. Значит, он изобретатель. Он автору два раза его 50-го. Журнал «Наука и жизнь». Он потом меня уговорил послать туда тоже статью. Послали меня вместе со статьей. А он, ну, что я скажу. Среди нас таланты есть. Вот. Его статью два же 50-го. О чем? Правильно. О укоренении, о технологии укоренения шелковицы. Вот. Чем все кончилось? Научился право. И передал технологию и саженцам Галине Байковой. Это я уже заговорил. Значит, передал Латинковой Галине. Для меня Галочка. Вот. Это милая женщина. Придама нашего Юрия Алексеевича Латинкова. Вот. И читаю подробно. Здравствуй, Валерий Константинович. Вот финальная партия в Коринежном и журчестве. В какой с одного года? Все эти саженцы будут переданы в питомнике Галине Латинковой. Вот адрес, видите? Шелковица Железова. Уникальный сорт, без всякого привлечения. Вот это мне приятно читать. Проверяю на вкус и врачский мороз. Рекомендую всем. Да, Шелковица Железова прошла то же самое. Огни и воды, и теперь она самая важностойкая в мире. Дальше он пишет. Осторожней с интернетом. Каких только нет, Шелковица. Но это все деньги на ветер. С уважением, ваш ученик Алексей Калексей. Серьезный, что мужик, ребята, еще один этот. Еще по нему институт плачет. Вот и Академия. Эх, вот наши бы ребят собрать. Тотарова, Филиппа. Вот и те, кто еще в корме. Здоровые ребята. Железова, Сергея, Савинич, Алексейка. Ой, как бы всем, всем, всем. Вот это было бы это. Я вспоминаю революцию. Я против революции. Вы помните этот фильм когда-то, советский. Матросы говорят, будешь банком командовать. А он, это, вообще никакого. Стрекласса. Командову и заставить. Но эти бы справились, ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова